всем привет с вами ира и канал готовим с любовью сегодня будем готовить очень вкусный и не менее красивый тортик бисквит со сметанным кремом и кусочками персиков украшать будем белково заварным кремом для бисквита нам понадобится 4 яйца 1 стакан сахара 1 стакан муки стакан у меня на 250 миллилитров в кухонную машину выкладываем яйца и сахар и взбиваем до пышности яйца взбили в пышную массу теперь добавляем муку я беру кружку сито мука обогащается пислородом и теперь размешиваем тесто беру форму для запекания в диаметре 24 сантиметра смазала внутри сливочным маслом на дно положила пергаментную бумагу и теперь выливаем тесто в форму бисквит отправляем в разогретую духовку на 180 градусов бисквит выпекался 40 минут для крема нам понадобится 300 грамм домашней жирной сметаны 100 миллилитров молока 3 столовые ложки сахарной пудры и персики в легком сиропе в кухонную машину выкладываем сметану домашняя жирная сепараторная покупаю на рынке всегда одного человека проверенная добавляем сюда 100 миллилитров холодного молока сметана тоже должна быть холодной и 3 столовые ложки сахарной пудры и взбиваем на кухонной машине вот смотрите какой густой крем у меня получился прекрасный бисквит я разрезала на три коржа теперь соком с персиков мы пропитываем коржи персики я разрезала на тоненькие пластинки теперь выкладываем слой крема это очень вкусный крем многие могут подумать что жирный но за счет того что я сметану домашнюю разбавляю молоком он по вкусу напоминает мороженое очень вкусный крем делаю его не слишком сладким чтобы он был не приторный так теперь хорошо вот разровняем его и сверху будем выкладывать кусочки консервированных персиков тортик накрываем вторым коржем и все повторяем точности пропитываем сиропом перемазали крем теперь сверху выкладываем пластины персика тортик будет очень вкусный неприторный такой со свежестью тортик отправляем на пару часов в холодильник а потом будем украшать белково-заварным кремом теперь приступаем к украшению тортика покрыли его белково-заварным кремом берем насадку звездочка на 5 зубков маленькую и сейчас будем делать ободок по краю тортика и протягиваем и протягиваем теперь берем маленькую насадку звездочка номер 15 и сверху повторяем те же движения и протягиваем двойной ободок очень красиво смотрится на тортике если у вас нету насадки звездочка вы можете взять насадку просто круглую только разного диаметра сегодня будем делать цветок с помощью этой насадки я ее уже давно купила но как-то не пробовала делать цветы значит что мы сейчас делаем у меня кисточка она слегка мокрая под водичкой ее держала и теперь смотрите я хочу нанести краситель между этими внутри потом так же мы еще нанесем краситель на сам пакет вот кисточкой видите в общем решила пакетик не красит так как насадка очень большая я просто не угадаю где мне надо делать полоски поэтому вот я еще так проведу ну в общем посмотрим что у меня получится мне так захотелось сделать посмотрим какой будет результат теперь будем заполнять мешок белково-заварным кремом белого цвета теперь по центру тортика будем отсаживать три цветочка ну посмотрим говорят просто этой насадкой крутим раз два слегка подправим потом последний цветочек теперь мы сделаем серединку цветочка также здесь сейчас добавим зеленые листики к цветочкам я думаю все будет хорошо добавляем к цветочкам листики насадкой для листиков тюльпанов с гачком таким крючочком вот по кругу стараемся чтобы это не у нас стояли по краям мы побросаем желтые бусинки для для блеска тортика также внизу я сделаю такую же окантовочку как сверху тоже сделаю двойной бордюрчик будет красиво и нарядно бока тортика я сделаю насадкой номер 15 которые мы делали ободки сделаю вот просто такие завидушки сейчас так модно делать я первый раз пробую в хаотичном порядке мы просто вот вот такой нежный и очень красивый тортик и не менее вкусный у меня получился тортик в разрезе очень нежный сочный и вкусный торт подписывайтесь на мой канал ставьте лайки а с вами была ира и канал готовим с любовью до новых встреч пока пока до новых встреч пока